МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброго, хорошего утра! День пятничный, день легкий, но тем не менее насыщенный. Но легкий, потому что укороченный. У большинства до вечера нужно еще дожить, а пока беседка на канале Санкт-Петербург. Сегодня я проведу для вас, моя очаровательная коллега Людмила Ширяева. Андрей Зайцев, здравствуйте! Мой очаровательный коллега, конечно же, он от скромности сам себя так не назовет. Дорогие друзья, сегодня пятница, впереди прекрасные выходные, мы желаем вам их. Но все-таки, если мы сейчас забежим вперед и поговорим о том, что будет происходить в Петербурге в воскресенье. Праздник красоты, красивого тела, спортивной фигуры, рельефов на теле. Итак, 10 ноября в концертном зале «Аврора» пройдет международный турнир по бодибилдингу и фитнесу. Будут принимать участие 8 сильнейших атлетов в категории бодибилдинг и 8 девушек в категории бикини. Дорогие друзья! Это очень красиво. Вот с участниками непосредственно этого торжества мы сегодня и поговорим. Итак, встречайте, в нашей студии сегодня это Денис Лугинов, организатор турнира «Фитнес-бикини». Денис, доброе утро, здравствуйте! И Светлана Ерегина, фитнес-тренер, абсолютная чемпионка. Арнольд Классик, Европа 2013. Светлана, вы очень красивая. Здравствуйте! Вы видели Арнольда? Извините, я так забырел. Шварценеггера. Говорят, он сейчас с бородой. Живем. Да, с бородой он сейчас. Все, все, замолкаю. Светлана, а ведь мы вас поздравляем, вы совсем недавно завоевали этот титул, вот буквально на днях, месяцок назад, так что мы вас поздравляем, вы действительно самая лучшая из лучших. Вот, ну ладно, давайте сразу к делу. Да. Мы ожидали, что к нам в гости-то придет такая женщина-гора с мускулами во все тело, а вы, оказывается, очень миниатюрная девушка. То есть это и есть основная разница фитнес-бикини направления? Да, конечно, потому что фитнес-бикини все-таки такая номинация, где не должны быть большие мышцы, то есть мышцы должны присутствовать, должно быть видно, что девушка занимается фитнесом. Прорисовочка такая должна присутствовать. Да, то есть они должны, какая-то окантовочка должна появляться. Девушка должна быть подтянутой, неожирной. Что мы будем это скрывать? Конечно, конечно. Должна уметь подавать себя, привлекательную, вы там целое шоу делаете. Да, то есть все-таки бодибилдинг это шоу, да, это спорт, но это шоу, и мы это часть. Не уходите, пожалуйста, в бодибилдинг, оставайтесь вот в фитнес-бикини, пожалуйста. А вот расскажите как раз нам об этом турнире, вот что это будет, чего нам ждать петербуржцам, гостям Северной столицы. Чем отличаются от турниров прошлых годов? О, да. Ну, наверное, да, лучше начать с истории этого турнира, да, буквально вкратце. В 2011 году это был бодибилдинг, это был бодифитнес, не такие привлекательные девушки, но тоже достойные выступали. И бывает непривлекательные. Да, согласен. Бывает накаченные и не накаченные, вот на этом, да? Мнение солдата из фармии. Те накаченные, те накаченные были, немного накаченные. Потом жим штанги лежа был, в прошлом году мы вставили вместо жима штанги лежа и бодифитнеса, номинацию фитнес-бикини и пилонный спорт. Самые красивые, я считаю, самые зрелищные виды, да? Да, да, да. Пилонный спорт, а поясните, что такое пилонный спорт? Уж и ста, это ты знаешь, это то, что ты посещаешь вечером. Да, да, вот как раз то, что в клубе, но немного сложнее, привлекательнее. И на самом деле, вот Олимпийские игры, когда были у нас в Лондоне, да, там представляли, презентовали номинацию пилонный спорт. И я так думаю, в скорейшем времени, ну, этот спорт выйдет именно на другой уже уровень. А 10 ноября мы оставили номинацию, опять же, бодибилдинг, мы оставили номинацию фитнес-бикини и пилонный спорт. То есть самое интересное, сама идея вообще турнира привлечь как можно больше интересных видов спорта, которые, возможно, не входят просто в олимпийские виды спорта. Давайте посмотрим просто, что это такое, для того, чтобы все наши телезрители поняли, о чем мы, ну, окончательно говорим. А мы, может... Вот, смотрите, слева в зеленом купальнике, это наша прекрасная чемпионка Светлана. Боже мой, я даже не могу понять, где вы вышли. Обратите внимание, что тело не женщина, гора мускулов, а женщина, ну, как сказать, очень-очень крутая фигура. Да? Вы знаете, наверняка же есть люди, которые говорят, ну, это не женственно, но вот я честно вам скажу, я не накачанный, я со спортом, так мягко выражаясь, не совсем дружу, но мне со стороны, я вам искренне говорю, мне очень нравится. Вы давно вот в этом спорте, когда вообще пришли вот в этот вот бодибилдинг, вот в этот фитнес-билдинг? Ну, я долгое время занималась, как и все, как большинство людей, то есть у меня были абонементы в зале, я ходила месяц, месяц не ходила, но вот именно вот такой интенсивной подготовки к соревнованиям, это вот три года подряд. А что подтолкнуло? Вот какая была мотивация, чтобы ходить и заниматься там каждый день или через день? Два просто девушки там что-то доказывают своим молодым людям, мужьям, или, не знаю, себе. А вот почему вы решили профессионально заняться этим спортом? У меня мой тренер позвал на соревнования. То есть без мужчины не обошлось? Конечно. Я посмотрела на все эти стороны, как раз тогда в Санкт-Петербурге впервые проходил чемпионат России, то есть не чемпионат России впервые, а именно наша номинация в фитнес-бикини была представлена впервые. И я посмотрела на девушек, ценила, мне очень все понравилось. И мы обсудили этот вопрос, решили все-таки готовиться, я пришла попробовать. А вообще сколько времени нужно для того, чтобы создать такое тело? Да. Именно создается. Здесь нету срока. Кому-то нужно там два года, кому-то десять, у каждого свои какие-то способности, генетическая одаренность. А среди ваших друзей, знакомых, коллег по этому виду... Многие одарены. Есть какой-то минимальный срок, что за год девчонка из обычной сухой девочки почти приблизилась к чемпионскому какому-то титулу? Или не все так просто, как нам иногда хочется? К сожалению, очень мало хороших спортсменов, которые именно генетически одарены изначально. То есть есть особенность в фитнес-бикини рассматривать, то если пропорции идеальные уже есть от природы, то там нужно чуть-чуть поработать над собой и будет все как надо. Денис, а вот вы сразу в Светлане разглядели чемпионку и ей не сказали? Или это долгий процесс? Или вы сначала в себе что-то разглядели, а потом уже в Светлане ставили? С Светланой мы давно уже знакомы. Вы знаете, то, что было два года назад, это такая большая разница. То есть дюймовочка была такая, 30 килограмм? Намного худее девушка была. Не так выражены были те мышцы, которые нужны. То есть не о мышцах в целых говорится, а о пропорциях даже. Сейчас те пропорции, которые имеет Светлана, уже международные судьи оценивают по высшему оценку. И ведь это, наверное, заблуждение, что некоторые считают набрать вес достаточно просто. Для некоторых практически это нереально. То есть есть люди расположены, там, грубо говоря. Правильный вес имеется в виду. Не просто правильный. А некоторым мышцы не набрать. Вот можно есть, есть, есть и оставаться сухим. Вот как в народе говорят. Кому-то повезло. Кто-то от этого наоборот. Они сейчас думают, что не повезло. Люди от этого страдают. Равно так же, как, например, люди предрасположенные к полноте. Ведь так, да? Это все очень сложно и с той, с другой стороны. Расскажите вот об этих показательных выступлениях. Как это правильно называют? Ну, вот то, что мы видели на экране. Это показательные. Там какой-то есть определенный номер девушки готовят. Нужно же какой-то лимит времени показать спину. Протокол имеешь в виду какой-то, да? Да, как по протоколу, правильно. Что будет оцениваться? Так, ну что, начнем с того, что, во-первых, это соревнование. Да. Что если это представляет? То есть девушки выходят на сцену. Если мы разговариваем именно о фитнес-бикини. Выполняется четыре поворота. В четырех поворотах девушек оценивают. То есть лицом, боком, спиной. Все вместе или в какой-то свободной форме? Вначале, да, все вместе. Потом уже выборочно по заявкам судей вызываются определенные спортсминки. Которые также между собой сравнятся. То есть это спорт, где выигрывать в сравнении. То есть каждая хороша по отдельности, если смотреть на нее за сценой, за кулисами в жизни. Но когда мы выходим на сцену, да, все становится на свои места. На пляже. Светлана, мы уже сказали о том, что восемь девушек со всего мира, со всей Европы собираются на эти соревнования. А вы видели уже своих соперниц? Как вы вообще их оцениваете? Вы вот очень спокойная, уверенная. И вот, мне кажется, скоро у вас будет новый чемпионский титул, но тем не менее. Конечно же, я видела, да. Некоторых девочек видела вживую, некоторых только, к сожалению, на фотографиях. Сильные спортсменки? Да, спортсменки титулованные, спортсменки сильные. Могу выделить несколько девочек, которых я считаю основными конкурентками. Да, то есть, я считаю, что борьба... Русские или другие страны? И русская, и нерусская. Выделяйте. То есть, не скажу. Лучше соревноваться не со своими, а лучше с европейками. Это лучше. Денис, расскажите, кто участвует в жюри, кто принимает решения, победила... Ну, про мужской турнир еще, про бодибилд. Да, и про мужиков, конечно, тоже очень интересно. Мы не привели в студию мужчину, тем не менее. Да, четыре девчонки сидят, разговаривают. Судьи у нас будут исключительно международного класса. Это судьи из нашей страны, это приглашенные судьи, из Литвы будут Алла Гусева. Соответственно, они имеют высокую очень квалификацию. То есть, это титулованные личности? В том числе. Ну, допустим, если взять судью, одного судью, это Александр Вишневский, это тренер как раз Светланы, 16-кратный чемпион России, чемпион мира, чемпион Европы. То есть, человек, который всю свою жизнь прожил этим. Соответственно, он детально уже понимает, да, по областям там. Если не специалист смотрит на девушку и говорит, ну, она красивая, да, вроде все есть. Специалист уже найдет те нюансы, недостатки, либо плюсы. Соответственно, может определить, кто лучше. Потому что, ну, на самом деле, минимум чемпионки страны, чемпионки мира, Арнольд Классик, соответственно, попробуй здесь выбери. Сложно. А вот знаете, у меня такое ощущение, либо согласитесь со мной, либо нет, что это такой вид спорта, вот фитнес-бикини, бодибилдинг, в который можно прийти уже зрелым человеком. То есть, начинать работать с телом и достаточно быстро добиться результатов, и уже пойти на большие соревнования. Так ли это? Или все-таки нужно там лет 16? Да нет, опять же, Света правильно сказала о том, что здесь генетические особенности человека очень важны, девушка, либо это мужчина. Если бодибилдинг, да, там немного сложнее путь, немного дольше путь. Но все-таки, опять же, это генетически одаренный, либо неодаренный человек. Я уже понял это. Не для тебя, Андрюш. Хорошо, до следующего года буду приглашать. А с мужчинами что? Ну, нельзя не сказать о мужичках, что они представили. Там тоже, наверное, тяжелый, да, будет рок. Как уже не раз, наверное, я говорил в своих интервью, ну, мне страшно за судей, как они будут все это расставлять. Потому что все сильные попробуй здесь выбери. Если взять европейских спортсменов, ну, я бы выделил, на самом деле, Томаса Каспора, да, из Чехии, который приезжает. Я бы выделил, наверное, Димитра Димитроса, да, это Полгарин. Огромные спортсмены, которые... А наши Ильи Муромцы. А наши Ильи Муромцы. Вы знаете, наши ребята, они все титулированы, как и вся номинация, в принципе. Это чемпионы России, свежие, можно так сказать, чемпионы России, которые, ну, вот буквально там неделю назад... Молодые парни все или мужики? Молодые, ну, почему, кому-то там из-за 40, допустим. А молодые парни. Сергей Зеболь, да, он в мастерах выиграл, это номинация от 40 лет на Санкт-Петербурге. Он выиграл на чемпионате России этот титул. И среди мужчин, которые помладше до 40 лет, он тоже стал чемпионом России. Соответственно, поэтому мы и пригласили его. Спасибо вам большое, спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Вы знаете, вот я вам желаю удачи, особенно вам, чтобы вы еще один обязательно себе чемпионский титул в копилочку взяли. Ну, в хорошем смысле слова, разорвите соперниц. Мы вам желаем этого. Вот тех вот двух, чьи имена вы на мне назвали. Спасибо большое вам, спасибо и вам, друзья. Напоминаем, Денис Логинов, организатор турнира фитнес-бикини, и Светлана Ерегина, фитнес-тренер, абсолютная чемпионка Арнольд Классик Европ-2013, были сегодня в гостях, говорили о мероприятии, которое будет 10-го числа. В воскресенье, да. Мы с вами не прощаемся, прерываемся на рекламу, после которой сюда в студию в гости придет Красная Жизель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова